Сегодня у нас 5 июня 2015 года. Время 15 часов 47 минут. Мы хотим прийти в региональное отделение Федеральной антимонопольной службы и передать письмо ее руководителю по Санкт-Петербургу Владимиру Владимирову Валерьевичу. Мы предполагаем, что у нас не будет принято заявление, потому что уже пятница, скоро 4 часа, там никого нет. И мы хотим выяснить, почему, вероятно, не принимают документы у граждан России, на каком правовом основании, кто отнесет за это ответственность. Сегодня 2 июня 2015 года. Я в канцелярии УФАСа в Санкт-Петербурге. У меня не принимают письменное заявление. Написано, что прием с 13.30 до 15 часов ежедневный. На вопрос, почему мне не дали ответа. А, нет, есть, кстати, вот ответ. Ответ есть. Ну и все, и там вопросов ни у кого нет. И охрана никого не пропускает. У нас похожий разговор. Тоже федеральная структура. Мне отказали по причине того, что подача корреспонденции работает до 15 часов. Сейчас все уйдет. Со ссылкой на внутренний документ, нормативный арт. Я прошу, покажите, пожалуйста, этот документ. А кто вы такой, чтобы я его буду вам показывать? Шикарно. Вы ей подаете жалобу в прокуратуру. Пихай, какой, да, иди, показывай. То есть простые смертные люди не могут смотреть все документы, да? А почему вы его должны смотреть? Нет, не вопрос. Ну, у меня документ, Сергей Юрьевич. А фамилия? Кургин. Значит, они нарушают тоже, по-вашему? А почему они не могут нарушать, по-вашему мнению? То есть федеральные структуры, они как бы над законом, и они никогда не нарушают? Нет, почему вы? Я этого не сказал. Подождите, это вы говорите. А что вы имеете в виду, скажите? Нет, хорошо. Здесь у вас свои рекламы, которые говорят о том, что мы принимаем документы. Я предлагаю разговор, потому что у нас много подобного рода документов. Так, вам нужно документы. Там придет документ, желательно дать. Сейчас, подождите, я сейчас сейчас выйду. Мы подождем. Мы внимательно относимся как к журналистам, так и просто к гражданам. Если нарушено было что-то, разберемся. Я просто не знаю, у нас же... Ну, приказ-то есть у нас по работе, как к канцелярии, что она там до 15 часов? Вот, коллеги ссылаются на опыт центрального аппарата, который с 9 до 18 принимается. С перерывом на обед. Да, с перерывом на обед. Ну, у нас вот такое дело установлено. Я не вижу, что это нарушение законодательства, потому что мы же не можем расширять штаты канцелярии бесконечно. А у вас сейчас сколько человек в канцелярии работает? Пять. А как-то ограничивано чем-то аппарат канцелярии, да? Ну, сколько там человек работает? Ну, штатами нашими я же не могу... А штаты дают с ФАС России, да? Да, да, да. Я же не могу всех загнать в канцелярию, хотя, конечно, хочется. А объем большой работает? А объем очень большой. Сейчас ФАС очень большую роль начинает играть, особенно в сфере реорганизации. Ну, не только в сфере распределения бюджета, но и контроля над выполнением государственных программ. Мне интересует, в первую очередь, судостроение и судостроение. Потому что здесь у нас в Новосельском есть рядом. И, второе, есть источники информации разные по строительству космоса. В частности, там работают некоторые питерские оборонные институты. Вот я хочу сейчас набрать информацию, каким образом это регулируется, каким образом это будет контролироваться. Тогда серьезные статьи, можно посмотреть тоже мои статьи по цене материалов, по рыцарским захватам и по проблемам судостроения отечественного. Ну, а это все теперь наше с 1 января. Да, это ваше, да. Это Рособоронзаказ. Да. У нас создан отдельный отдел по Рособоронзаказу. Мы уже начали проводить проверки, но пока еще вопросов больше, чем ответы. Я хочу сначала ключевые вопросы. В частности, интересуют импортное замещение, потому что там очень много импортных деталей. Каким образом это будет замещаться, каким образом скажется на качестве, на цене и так далее. Это вопрос не сегодняшнего дня. Нам это самое новое надо издать, чтобы мертвые души. Он действовал. Он действовал. Да, он заявляет, что он действовал. Снимите копию. Заверьте. Пусть читают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...